сердечно вас поздравляю главным образом с крещением для вас должно быть теперь очевидно вот эта история выхода евреев из египта там была вода, там был фараон, гроза смерти за спиной был фараон, впереди вода а за водой неизвестная земля в конце которой бог обещал дать им землю текущую молоком и медом это был для отцов церкви это такой ярчайший образ крещения когда вот мы выходим заходим в воду а за спиной враг до воды доходит а дальше не идет и выходим из воды на другую сторону и там нас ожидает путешествие то есть вы сейчас совершили погружение в очистительные воды и оставили в водах там как тяжелый камень там окунулись все ваши грехи там остались вы вышли из воды другой зашли в воду одной вышли другой хотя прошло очень мало времени между заходом и выходом а теперь вы вступаете в путешествие то есть все крещеные люди это путешественники у них совершается некая это пасха это переход и нас впереди ждет некая цель вполне конкретная это вечное царство божие вечная блаженная жизнь в царстве христа и бога но для этого нужно пуститься вот этот длительный путь через пустыню значит что вам нужно будет во первых нужно сохранить память благодарную память богу за сегодняшнее крещение и память о том что было сегодня потому что вас никто не искал специально не ловил то есть мы сейчас живем не в те времена то есть мы не мы не ходим сейчас по домам не стучим не не предлагаем рассказать людям благую весть как-то совесть человеческая сама возбуждается к тому чтобы найти смысл жизни и люди что-то ищут читают с кем-то говорят о чем-то думают о чем-то размышляют в бессонные ночи что-то слышат по телевизору что-то находят в социальных сетях и там в них совершается это зачатие этих этих желаний и потом они приходят богу сами наша задача уже потом не оттолкнуть человека наша задача принять этого человека который бог привел и сделать все так чтобы это желание реализовалось и человек стал христианином так было и у вас и сегодня значит мы поблагодарим бога который тайными путями довел вас до сегодняшнего дня дал вам жизнь и разум и смысл и привел вас к купели крещения повторяю сегодня день вашего духовного рождения запомнил этот день 29 января по григорианскому календарю по новому стилю значит сегодня вы свои грехи там оставили теперь не забирайте их обратно для женщин нужно будет это понятно женщины больше чистюли чем мужчины такие более трепетно и щепетильно относятся к внешнему виду поэтому как одетая в белое уже берегитесь от того чтобы через полгода не стать одетой в серое а через пять-шесть лет среди этой в черное берегите берегите свой язык который в руках во власти которого вся жизнь человека то есть власть вся жизнь во власти языка потому что нет больше столько грехов сколько совершается языком от явной неправды проклятий танки то богохульс насчет там и клятва преступлений там до мелкой лжи до осуждения сплетен всякое нехидство там и тогда язык все это умеет поэтому больше наблюдать за языком и за сердце язык и сердце ну пожалуй там глаза язык сердце вот это все что-то в верхней части нашего тела она командует нашей жизнью все остальное подчиниться потом поскольку вы вышли из купели новокрещенные муж воскрещен вы нет никаких препятствий для того что у вас сочетать христианским браком значит сегодня мы вас скрепили ваш союз благословением венчание вы полноценная венчанная христианская пара все остальные эти вот три бамбаса которые вокруг венчания совершаются с цветами лимузинами там арендованными этими фотоаппаратчиками это как бы конечно пена это побочный продукт а главное чтобы люди имели веру божию желать жить вместе и хотели чтобы бог благословил их на совместную жизнь и избавилась от всех невыносимых сложностей которые сопутствуют человеку в жизни иногда главное чтобы сохранили верность у вас не было больше женщин никаких кроме супруги чтобы вас больше не было ни в мыслях ни на деле этих мужчин в голове значит кроме своего супруга чтобы вы были долголетны и видели благословение в детях своих если есть силы значит надо рожать еще абортов мы не делаем мы хотим детей надеемся что раз уж мы совершаем такую жертву такое да опускаемся за опасный труд в чедороде надеемся что бог и нам годы продлит и детей наши сохранит вообще опасное предприятие тяжелое и сложное но это все с богом он начальник жизни он жизнь ему имя жизнь творит жизнь это он а то если будут силы желания во здоровье возможности значит надо рожать детей еще вот но главное теперь еще нужно будет научиться молиться надо бы всю жизнь учиться молитве воскресный день нужно посвящать воскресшему христу вот избегать всякого греха и все доброе что в ваших руках возможно сделать и есть делайте величие сегодняшнего дня вы поймете потом потому что сейчас по горячим следам как бы на переживаниях нервов она все не осознается потом по мере удаления какой-то великой точки событий уже с оглядкой на совершившиеся человек начинает понимать вообще что это было сегодняшний день будет вырастать в значении смыслах своих по мере вашего дальнейшего житья будете жить и понимать сегодня было мое оставление сегодня с крестом я соединилась не забудьте еще пожалуйста что это крещение крещение значит погружение креститься и креститься это одни и те же слова на совершенно разный смысл значит мы выкрестились сегодня погрузились под руками иерея троекратно в воду и вода это было для вас гробом иисуса христа это очень важно мы погружаемся в воду я не помню мы говорили об этом что это гроб иисуса и там иисус с вами в воде во имя отца в один день с христом во гробе и сына второй день с христом во гробе и святого духа три день с христом во гробе потом выходите из воды вместе с иисусом христом который выходит из гроба то есть мы крестились в смерть иисуса христа и вышли из воды в воскресенье иисуса христа то есть таким образом мы сегодня с самим господом иисусом христом таинственным образом соединились для него это понятно до конца для нас это понятно только так в знаках и в проблесках таких но это будет потом вашей жизни вы это будете чувствовать берегите белое одежное крещение помните господа иисуса христа восставшего от мертвых по благовестию святых апостолов любите мужа будьте хорошей мамой никому не завидуйте не желайте ничего того что есть у других и почему-то нет у вас берегите язык глаза и сердце и уши старайтесь иметь какую-то значит такую защиту от суеты которая стремится все засыпать песком своей суеты и учитесь молиться и писание святое евангелие все 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 что что мы когда приходим то пытаемся забирать читать это это же должно быть нашей жизни то есть старайтесь это все приложите к этому сердце деток воспитывайте своих тоже страхи божьи в послушании в трудолюбии не в леность не в праздности значит не в не перед телевизором и гаджетом то есть в труде послушании и в памяти что бог есть и много рассказывать этим не нужно им хватит того что бог есть есть иисус христос божий сын есть матерь божия есть мир ангелов есть заповедь есть закон божий этого хватит для начала ну а остальному на у вас поскольку вас сам господь привел на крещение то верьте что он сам не будет вас дальше вести во всех нас ведет господь мой пастырь ничего не буду нуждаться он защищает мне жезлом который в руках его и ведет на на злачные пажки он наш пастырь он руководитель нашей жизни как он сам нам говорит что у нас и волосы посчитаны то есть мы находимся под непрестанным чутким таким наблюдением господь наказать накажет помиловать помиловать пожалеть пожалеет защитить защитить подсказать подскажет то есть все таки это все он человек здесь только служебное орудие если хотите как бы господь хирург а вот уже там духовенство там наставники все это подняки там щипцы клещи какие-нибудь там скальпель там бинты повязки то есть мы инструменты в руках великого врача он лечит наши души слава господу иисусу христу с безначальным отцом и животворящим духом а вас поздравляю с такими попарным таким неизмеримым событием то есть нельзя ничем сравнить то есть даже день вашего рождения не столь велик как день вашего возрождения второе больше первого хотя хотя второе без первого невозможно но второе больше первого христос захоронит вас